МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый крупный инфраструктурный проект России, самая масштабная стройка, стройка века. Всё это о газопроводе Сила Сибири. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента начала строительства газопровода прошло почти 5 лет. Проект воплощается в жизнь людьми со всех уголков России. Работа кипит везде. Одновременно строятся дороги и мосты. И сопутствующая инфраструктура. Почти всё готово к запуску и на месторождениях. Необходимый объём поставок газа по силе Сибири 38 миллиардов кубометров газа в год. Будет обеспечиваться двумя месторождениями. Кавыктинским и Чаиндинским. Оно вводится в эксплуатацию первым. Бескрайние леса намного километров вокруг. И никаких следов цивилизации. До ближайшего населённого пункта почти 200 километров. Именно здесь, в глухой тайге, и берёт своё начало силы Сибири. До запуска Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения остались считанные месяцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Активное строительство на Чаиндинском месторождении началось в 2015 году. Задача перед строителями стояла серьёзная. В глухой тайге в срок возвести целый комплекс высокотехнологичных сооружений. А ещё дороги, мосты и всё, что нужно для тех, кто будет здесь работать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это основные объекты. Здание входных ниток, здание низкотемпературной сепарации, здание центральной доживной компрессорной станции, установка мембранного выделения гелевого концентрата, здание регенерации метанола, стабилизации конденсата, ну и остальные сопутствующие объекты. Специалисты здесь высокопрофессиональные и имеющие работы на объектах «Газпрома». Работает команда профессионалов, построивших не одно предприятие. Так, для Александра Анатольевича Вана Чаинда не первое месторождение, где приходится всё строить с нуля. На базе опыта, который получил при запуске Ванкора, пригласили поучаствовать в запуске Чаинде. Очень много есть своих нюансов, отличий. Хоть и также находится на севере, но это Якутия, немножко другой специфик, аспекты как бы. Одна из основных особенностей – это грунт. На Чаинде глина, и хотя вокруг вечная мерзлота, строители перестраховываются. Нагрузка на фундамент серьёзная, поэтому применяют термостабилизацию грунта. Эти термостабилизаторы находятся возле каждой сваи на территории всего газового промысла. Это своего рода холодильник. Внутри каждой такой трубы находится специальный газ, который охлаждается за счёт низкой температуры наружного воздуха, превращается в жидкость, опускается вниз, где и охлаждает грунт на глубине. Производительность УКПГ-3 – 25 миллиардов кубометров газа в год. Это ключевой объект газового промысла. Он обеспечивает, во-первых, очистку и осушку газовой смеси, а во-вторых, необходимое давление газа для подачи в газопровод. За это отвечают газоперекачивающие агрегаты. Их на УКПГ-3 будет четыре. Агрегаты установлены газотубинными установками пермскими. Компрессора производства «Рэпхолдинг». Мощность каждые 25 мегаватт. Полностью построены и аппараты воздушного охлаждения. Кроме очистки и осушки, чейндинский газ будет проходить ещё одну обработку. На УКПГ-3 будет отделяться от газовой смеси гелий. Происходить это будет в установке мембранного выделения гелиевого концентрата, которое тоже уже почти готово. И хотя газ этот редкий и ценный, столько, сколько его содержит чейндинское месторождение, промышленности пока не нужно. Поэтому на Амурский ГПЗ вместе с природным газом отправится лишь часть выделенного гелия. А остальной объём отправят обратно под землю в пласт на хранение. На территории установки комплексной подготовки газа построена эстакада, которая связывает в единую цепочку все технологические объекты и обеспечивает их работоспособность. Одних только кабелей. Здесь будет уложено 2500 километров. Учитывая отдалённость от цивилизации и особые природные условия, промысел на чейндинском месторождении запланирован полностью автономным. Здесь строится собственная электростанция. А ещё для обслуживания нужд всех предприятий неподалёку от основных объектов построены и объекты коммунального хозяйства, водозабор и очистные сооружения. Причём влияние на экологию минимальное. Термическая деструкция, она представляет собой сжигание промышленных технологических отходов в технологических печах. Получается, в результате сжигания тысячи литров промышленного отхода образуется всего лишь 150 грамм пепла. Это на данный момент одни из передовых технологий у нас в стране. Таких установок в стране единицы. Можно по пальцам пересчитать. После завершения обустройства и пуска месторождения в эксплуатацию, на газовом промысле будут работать около 250 человек. Для будущих работников чейндинского месторождения строится опорная база, в которой будет полноценный тренажёрный зал и даже бассейн. Для тех, кто работает на месторождении сейчас, построен целый комплекс временных зданий и сооружений. Это общежитие, комната отдыха, фельдшерский пункт и, конечно же, столовая. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Михаэль Гостоян. Вера, очень приятно. Вы из столовой вышли. Как вам? Вкусно вас тут кормят? Ой, замечательно кормят. Отлично просто, слов нет. Михаэль – инженер. Впервые приехал работать на газовый промысел на Ямал в Ноябрьск ещё 25 лет назад. Когда я прилетаю сюда, ну, честно, без преувеличения, это для меня вот как бы хобби. Общество – отлично. Рабочий день просто летит. Для меня это просто приятно работать вот так вот. Люди здесь собрались со всех уголков страны. Количество работающих сопоставимо с численностью населения небольшого города, того же Ленска или Передуя. Если посмотреть регион, откуда приезжают специалисты, как и наши, так и подрядчики, так это вот прям от края до края России. На сегодняшний день в целом на месторождении порядка 12 тысяч человек. А местное население также у нас работает. Жители республики занимают самые разные должности. Есть среди них и рабочие, и инженеры. Вот, например, Пётр в энергетике уже 10 лет. Пётр в своё время специально уехал из родного города, чтобы получить образование и потом вернуться работать в родной край. На месторождении он следит за экологическими нормами, которым при строительстве уделяется большое внимание. У нас порядка 254 водопереходов, то есть мосты, автодорога. За всеми вот этими водными переходами мы также наблюдаем, то есть отбираем пробы. И один случай был, я запомнил тем летом, мы остановились на дороге, к нам просто подошёл медведь. Не страшно было. Ну, вообще, я в первый раз такой, скажем так, близости его увидел. Было очень страшно, то есть он очень огромный. Дальше начинается магистральный участок газопровода Силы Сибири. Именно отсюда газ с Чаиндинского и Кавыктинского месторождений, проделав долгий путь, почти в 3000 километров, поступит в китайскую газотранспортную систему. Путь этот непростой. Трасса проходит и через вечную мерзлоту, и болоты, через гористые участки. И каждый раз, километр за километром, строителям приходилось подстраиваться под особенности местности. И даже ждать определённого времени года, чтобы уложить трубу в траншею. Точкой соединения и местом, где сила Сибири заканчивается, является подводный переход под рекой Амур. Мы присутствовали на самом начальном этапе строительства погранперехода, полтора года назад. И тогда под Амуром можно было пройти пешком на глубине больше 20 метров. Сейчас тоннели построены, трубы уложены и стыки заварены. Строительство подводного перехода завершено, и осталась лишь сварка захлёстного стыка. Рабочее давление в силе Сибири 9,8 мегапаскалей. Чтобы поддерживать его, на всём протяжении газопровода строятся компрессорные станции. Зейская компрессорная станция экспортная. Она станет восьмой и заключительной в цепочке компрессорных станций силы Сибири. Каких-то полтора года назад здесь было практически пустое поле. За год картина изменилась. На этом месте было поле, и были лишь фундаменты, ничего более. За год вот это всё собрано, появились эстагады, ну, практически. И совсем скоро вновь построенная компрессорная станция станет местом работы для жителей региона. Газовая отрасль для данного региона, она является новой. Тот персонал, который привлекается к работам, он проявляет очень широкий интерес. Имея свой корпоративный институт, мы можем осуществлять под готовку кадров. Сейчас работа кипит. Уже идёт приёмка и пуска наладка оборудования. Завершающий процесс после окончания строительно-монтажных работ. Самая ответственная работа – это пусконаладка всех агрегатов. Механические железа мы всё собрали, всё собирается. Вот теперь необходимо придать жизнь данному механизму, чтобы он был как единый организм. На компрессорной станции запроектированы пять газоперекачивающих агрегатов. Все отечественного производства. Два по 16 мегаватт и три по 32 мегаватта – это уже знакомые нам «Ладоги» российского завода «Рэпхолдинг». Центробежный нагнетатель – это сердце газоперекачивающего агрегата. Именно здесь происходит компримирование газа, и давление увеличивается почти в два раза. Такая компоновка встречается на компрессорных станциях довольно редко, и в этом есть свои причины. Данная компоновка позволит более плавно осуществлять регулировку работы газотранпортной системы. Необходимо будет прям до сотых значений осуществлять давление газа в передачу. Для этого, собственно, и будем чётко, плавно регулировать. В зависимости от объёма газа потребуется работа того или иного агрегата, либо параллельно. Это самая важная компрессорная станция на магистральном газопроводе «Сила Сибири», так как она экспортная. То есть ответственность очень высокая. После нас только Китай. И газоизмерительная станция неподалёку от погранперехода. Там же и крановый узел, и узел запуска очистных устройств. Последний объект на «Силе Сибири» перед китайской границей. Степень готовности этих объектов более 90%, и все испытания уже проведены. Газоизмерительная станция, как уже ясно из названия, предназначена для учёта объёма газа, поставляемого китайскому потребителю. Здесь с помощью специального оборудования будут следить как за объёмом, так и за составом поставляемого голубого топлива. Причём контроль этих параметров будет вестись совместно и российскими, и китайскими специалистами. Дальше российский газ пересечёт российско-китайскую границу. Для того, чтобы он дошёл до китайского потребителя, почти всё готово. И строители не сомневаются, все работы будут закончены точно в срок. И с любыми сложными условиями работы они справятся. Темпы спроса на природный газ в Китае растут, а значит, есть предпосылки для расширения сотрудничества. А поставки российского газа по газопроводу «Силы Сибири» начнутся даже раньше запланированного срока, уже 1 декабря 2019 года.